Девушки отдыхают Девушки отдыхают Конвейер запустил в Одессе Столярский Но это была не фабрика машин, а фабрика бриллиантов Вы мне не верите? Так встаньте возле того дурного автомобиля Форда И пять минут послушайте, как он звучит А потом полминуты послушайте скрипочку Яши Хейфицы Вы поймете в чем разница Ну его личность была легендарная Его, так сказать, лицо знали все в Одессе И все считали за счастье попасть к Столярскому Поэтому он мог идти по городу Он часто любил гулять на Соборной площади, на Приморском бульваре Видел копошащихся детей, играющихся детей Он мог подойти к маме и сказать, что вот я возьму вашего ребенка Талант Столярский чувствовал безошибочно Однажды в Одесском оперном театре, слушая богему Он обратил внимание на маленького мальчика из детского хора Который во втором акте оперы чисто пропел сольную реплику Столярский отправился за кулисы По дороге к нему подошел режиссер Который посоветовал обратить внимание на талантливого ребенка И взять его в ученики Я за ним и пришел, ответил Петр Соломонович Тем мальчиком был будущий знаменитый скрипач Самуил Фурер Это уникальный человек Настолько уникальный, что, в общем-то, выдающийся, великий музыкант 20 века Давид Федорович Войстов Называл его единственным своим педагогом Мне кажется, что одного этого признания, одного великого гения Более чем достаточно для того, чтобы уяснить себе личность Столярского Вообще в мировом, так сказать, музыкальном искусстве Кто такой был Столярский? Бедная еврейская семья, как говорят в Одессе, местечковые евреи В конце 19 века Петр Соломонович родился в 1871 году в Липовце Существовали так называемые маленькие оркестрики Такие, которые, в общем-то, заполняли чисто бытовые роли Игали на разных семейных, городских, прочих мероприятиях Вот в одном из таких оркестриков и начинал свою жизнь Молодой Петр Соломонович, да, еще, наверное, просто мальчик Петя Маленький Петя Столярский, скрипач-самоучка, уже в 10 лет кормил всю семью Зарабатывая выступлениями на домашних концертах в барских домах Повозрослев, юный виртуоз попытался поступить в Киевское музыкальное училище Столярского не приняли Назвали его игру дилетантской За первой профессиональной неудачей последовали и другие Однажды он осмелился продемонстрировать свое мастерство Основателю Санкт-Петербургской консерватории Самому Антону Рубинштейну Когда тот гостил в Одессе у своей матери Впрочем, лучше бы не играл Великий Рубинштейн был разочарован Надежда стать солистом таяла на глазах И вот Столярский подрабатывать начал просто частным педагогом То, что в современном языке называется таким словом репетиторство И вот когда выяснилось, что у него очень хорошо получается Как говорится, спрос родил предложение Предложение возникло И ему удается открыть даже частные музыкальные курсы Так что, в общем-то, в эпоху становления советского строя Наверное, было не совсем характерно Но, тем не менее, ему это удалось Головочку дели хорошо Так, пальчики Положи свечок на струну Так, на ре Врожденная постановка рук и понимание природы дарования Помогали Столярскому добиваться максимальных результатов К тому же он был убежден Музыкант играет не только руками Но и при помощи слуха Умение слышать себя Он добивался абсолютной чистоты интонации Прозрачности звука Не прощая малейшей фальши Он любил говорить Ты когда-нибудь обращал внимание на то, как хорошая хозяйка моет стакан? Посмотришь, как будто он чистый Но настоящая хозяйка посмотрит на него еще и еще раз на свету Пока не добьется идеальной прозрачности А ведь ухо должно быть таким же требовательным, как и глаз Чтобы не пропустить нечистоты звука Головочку так ровно держи Спокойно Так, верно Смотрите на скрипочку Смотрите, дети Вот это правильно Видите, вот Присматривайтесь Прошу вести смешок по струне ля Так, медлено Чистенько Так Остановка Теперь обратно Спокойно До конца Видите, дети Как правильно В 2009 году специально для школы Столярского Было построено роскошное здание Однако через два года работу прервала война В 1941 году Столярский вместе с семьей, коллегами и учениками Был эвакуирован в Свердловск Свердловская консерватория Самая молодая консерватория нашей страны Здесь воспитывается талантливая музыкальная молодежь Урала Народный артист УССР Профессор-родиноносец Петр Столярский Руководит группой юных скрипачей Сюда пришли немцы Во время одной из бомбежек Бомба попала в главный корпус школы Зрелище, конечно, было ужасное Вот Столярский этого не знал Он был в эвакуации В 1944 году 10 апреля Одесса была освобождена от немецких захватчиков И кто-то написал Столярскому В общем-то, что школа уничтожена Так говорят Что, в общем-то, это письмо Явилось фактором того, что его сердце не выдержало И он умер Он умер в конце апреля 1944 года То есть, получив известие, что дело его жизни Оно разрушено в Одессе Разрушены были стены здания школы имени Столярского Нерушима была сама школа Столярского Его учение об искусстве игры на скрипке Продолжавшая жить в талантах его великих учеников Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня Одесская десятилетка Школа для музыкально одаренных детей имени Столярского Каждый год выпускает из своих стен артистов Которые делают свои первые шаги в мире музыки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok